Всем привет, с вами Гуля, и это новая игра на моём канале Frostpunk. Frostpunk – это первая игра в жанре выживания общества. Как правитель последнего города на земле, вы будете управлять его жителями и инфраструктурой. Какие решения вы примете во имя выживания, как себя поведёте в переломный момент, кем при этом станете. Игра не новая, игра 2018 года выпуска, у неё уже несколько DLC вышло, все, какие должны были быть к ней, все вышли. Вот тут даже предлагают уже подписаться на Frostpunk 2, чтобы быть, как говорится, в курсе выхода. В своё время я во Frostpunk играла ещё на пиратке. Это у меня Steam-версия купленная, и мне она очень понравилась, но я не все сценарии прошла. Но первый я там мучилась, и тоже не с первой попытки. Но играла, получается, года три назад. Мне она очень понравилась, да, ещё раз повторюсь. И игра по-своему сложная. Это больше как к стратегии относится, да. К стратегиям относится такая игрушка. Ну, музыку вы слышите, она тут вообще шикарная. Ну, давайте начнём. Новый дом. Обучение, как отдельно, я тут не увидела, чтобы повторить для себя. Ну, просто начнём с нового дома. Мы скитаемся к неподвижному холодному миру, горизонта не видно. Владыки прошлого, лишённые гордости и славы. Кажется, только вчера мы крутили колесо прогресса. Пока мороз не положил всему конец. Внезапно, без предупреждения. Когда течения изменились, они изменились для всех. Мы проиграли наш мир. В битве со снегом он замёл последние следы. Человечество. Последние следы человечества. Со многими мы попрощались навсегда, а для оставшихся пришло время приспосабливаться. Мы решили покинуть наши дома и отправиться на север. Мы скитались неделями, возможно, месяцами, оставив позади всё, что когда-то считали важным. Надежда толкала нас вперёд. Медленно, шаг за шагом. Мы знали цену этому путешествию. И мы её заплатили. Сто кратно. Наконец, пришло время. Построить последний город на земле. Новый дом. Мы бежали из Лондона и пересекли море, чтобы достичь мороженого севера. В пути наш караван попал в метель и разделился. Некоторым из нас удалось добраться до генератора. Генератор. Он оказался обледеневшим, а вокруг никого. Куда все подевались? Выжил ли кто-то ещё в метели? Если поблизости кто-то ещё? Что бы мы ни делали, стоит готовиться к худшему. Ведь миру, который мы хорошо знали, пришёл конец. Нам надо выжить. Борьба с холодом. Нам нужно, чтобы генератор работал. Он обеспечивает тепло и даёт энергию для других зданий. Без него мы замёрзнем насмерть. Накопите уголь на складе и запустите генератор. Окей. Борьба с холодом. Так, сразу нажимаю паузу. Это наша карта. Вот такой, да, она ограничена. Очень сильно ограничена. Бездомных у нас 80 человек с его сюда дошло. Это температура показывается, какая на улице. Минус 20 — это тепло. Тут игра конечная. Никак нет стратегии. Знаете, строй там, строй нет. Тут будет время, когда температура начнёт расти. Вот этот момент мы должны будем пережить. Это я, когда раньше играла, помню, что я завалила. Много, я знаю, даже экстримеров смотрела, кто первый и второй там раз тяжело проходится. Очень тяжело игра моментами, особенно если сложность выбрать. Ну ладно. Так, нам надо... Во-первых, нам сказали собрать уголь. Подождите, уголь. Мы ищем уголь. У нас что тут есть? Стальные обломки. Ну, мы сейчас будем назначать, кто что будет собирать. Ящик. Вот, это что? Куча угля, да. Мы назначаем сюда рабочего. Плюс один. Доступно 49. Так. Видите, 15 человек может. Пока мы сюда... Давайте шестерых назначим. Тут у нас что? Тоже куча угля. Пока чисто уголь собираем. И вот это тоже можно. Вот так. Пятерых сюда. Включить генератор. Потому что нам три кучки... А, мы видите, на сколько процентов его, видать, это облутаем написано. Я не помню, надо по многу прям... Не, смотрите, тут... Угу. 7 человек. Ну ладно, пусть 7 останется. Потом здесь что у нас? Ящики древесину сразу тоже кинем немножко. Пусть собирают. Нам надо будет строить дома. Остальные обломки тоже. Сколько у нас людей-то осталось? Где-то не пишется, сколько у нас свободно. А, вот, доступно. Були слепая, да. Так. Что тут еще у нас есть? Ящики древесины. Стальные обломки. Древесина. Я не помню, что бы нужнее. Уголь мы в три кучки собираем. Давайте мы вот сюда еще. Короче, сейчас всех пока отправляем на сборы. Там, если что, буду менять. Пока пусть максимально собирают. Это у нас... Так. Древесина, металл. Еще давайте сразу тогда на уголь. Сюда. Сразу. Так. Ну все. Можно скорость включить. Вот. Вот, смотрите. Тут это максимальное приближение. Вот они пошли. Видите, по снегу. Тут законы надо будет принимать. Я так понимаю, сейчас нас по ходу будут учить. Вот это... Что они тут достатки. Вот. Вот это генератор. Там тоже строительство зависит от того, на каком расстоянии. Чем ближе к нему, тем теплее. Ну это логично. Вот такое вот у нас это. Ну и надо будет стараться относительно грамотно. Я стратегии люблю. Но играю я в них, знаю, что вы достаточно криво. У меня не получается, как у некоторых. Вот я кого смотрю по стратегиям. У них всегда все четко, все хорошо. Может, опыт огромный. Потому что у меня опыт такой себе. Да, я играю, но как умею играю. Я помню, как некоторые стратегии долго училась. Так, смотрите. Мы сейчас должны 200 угля набрать, да? Ага. Вот, видите, что некоторые места, они дольше идут. Сюда, вот сюда. Я не помню, надо ли тут будет делать какие-то дороги. Ну, как бы надо было подумать, куда. Ну, так как уголь нам надо в первую очередь, они нас собирают. Я надеюсь, склад тут тоже. А, есть ограничение, наверное, вот какое-то. Но мы, по крайней мере, все это собираем. Поровые ядра тоже нужны. Они помогают там, по-моему, роботов в будущем делать. У нас 100 еды есть. Пищевых пайков нет. У нас только что-то сырое, да. Все, ребятушки пошли. Сейчас они 200 угля добудут. Что тут? Все обучение. А, это нас будут обучать. Я это скипать не буду. Мы немножко просто ускорим, чтобы они все по-быстрому. Да, вот сейчас будет уже 200. И можно будет запустить. Его тоже надо будет там смотреть и нагнетать, не нагнетать. Ну, знаете, побыстрее закидывать. Это я из того, что помню. Может, доработали. Говорю, там, по-моему, сейчас еще 5 или... Не знаю, сколько DLC есть. Две из них я бы купила. У меня без DLC. Но пока денег нет. Вот сам в тостанке я купила по скидке. Очень давно на него смотрела. Все думала, взять, не взять. Думаю, полностью бы пройти. И надо еще две DLC. Там, как бы, одна о том, как они сюда идут. Я так поняла. Одна еще какая-то там есть. Ну, и бесконечный режим. Не знаю, интересен он или нет. Но это на будущее я как бы просматривала. Я часто игры смотрю, чтобы взять. Ну, знаете. Так, включить генератор. Ну, че? А как тебя включить? Подождите, дайте стоп. Я тут трынтю сижу. Генератор. Так. Генератор нажмите, чтобы включить. Так, я нажала. Подождите, скорость на всякий случай. Потребление. Вот, видите, потребление чего в день. И как тебя включить? А, вот. Первый уровень мощности. Все, мы включили генератор. Недовольство. Так, еда. Генератор издает успокаивающий шум и согревает нас. Но помните, нужно поддерживать его работу. Если он остановится, нам грозит смерть. Следите за запасами угля. Еда тоже важна. Без нее мы умрем с голоду. Найдите источник сырой еды и постройте кухню, чтобы готовить пищу. Обеспечьте источник сырой еды. Постройте дом охотника или теплицу. Постройте кухню и начните готовить пищу. Строительство. Кстати, это температура. Тут что-то еще надо. Так, управление камерой, ресурсы. Да, вот уголь. Все это залог выживания. Управление временем. Тут строительство. Вот это вот у нас строительство. Здания расположены в теплой зоне тепли. Они обеспечивают более комфортные условия для работы и жизни. Здания размещаются по радиальной сетке, чтобы использовать тепловую зону наиболее эффективно. Чтобы здание заработало, подключить его к генератору с помощью улиц. Правильное размещение. Неверное размещение. Условное размещение. Видите, тут даже расписали. Разобрать существующие здания. Так, это строить. Температура. Температура в здании зависит от текущей мощности генератора. Если здание попадет в его тепловую зону, теплоизоляция здания и погодных условий. Существует 6 градаций температуры. Но нам надо, наверное, вот эти две желательно делать. Закрыть. Так. Нам надо построить. Палатка. Это жилье. Еда. Есть кухня. Есть охотничьи. Разместившиеся здесь охотники выбираются ночью за пределы города. Выслеживают добычу в ледяных кустошах. И добывают до 15 сырой еды в день. Стоимость 20 древесины. Так. Древесина у нас есть. Он и на то, и на то. Значит, мы должны охотничий домик поставить. Он тоже как бы ставится. Видите, зелененьким все помечается. Но мы без разницы, наверное, первые. Давайте вот сюда поставим охотничий домик. Так, потом нам надо кухню. Это же кухня? Подождите. Вот так сделаю, чтобы точно кухню... Так, кухня, да. Угу. Видите, сюда она не ставится. Не граничит с улицей. А как нам поставить... А-а-а, вот. Тут вот они разного размера. Я помню, я из-за этого очень сильно страдала. Ладно, мы первую поставим кухню так. Постройте кухню и начните так. Постройте дом охотника и теплицу. Хорошо. Ожидание уйдет строительство. Рабочие. Идет на стройплощадку. Инженер. Класс инженер. Ага. Вопрос. А как-то я сама могу вот это все делать? Я помню, что здесь есть, знаете, то, чем умеет заниматься. Вот они вот побежали строить. Ближе не показывает камера. Вот. Факелы держат. Это да, тут снег по чуть-чуть. Представляете, какой там холод? Вот что вот это такое? Нет крыши над головой. Капитан, люди обеспокоены отсутствием убежища. И это понятно. Ночую на улице. Они заболеют из-за ужасного холода. С этим надо что-то делать. Я обеспечу убежище для всех. Мы как бы главные. Нас могут оттуда убрать из главных. Вот недовольство. Вот надежда. Мы должны балансировать. Так, обеспечить жильем. Строительство. Что у нас вообще по строительству? Подождите. Кстати, сколько от чего ты там потребляешь? Видите, зада... Оооо, это да. Вот нам надо сейчас будет радиус увеличить. Потребление. Чего в день-то? Угля, да? Смотрите, мы вот тут уголь-то добывали. Добываем пока. Нам сталь есть, древесина нужна еще. У нас есть люди? Это что у нас? Ящики древесины. Доступно шесть еще. Давай еще парочку сюда. Нам надо с чего-то строить. Нам банально надо из чего-то строить. Итак, вот еда город, голод, количество голодающих людей, 15, так, эффективность кухня, температура, генератор. Генератор, расположенный в центре города, единственный источник тепла в этой ледяной пустоши. Включите его, как только накопите достаточно количества угля. При работе генератора вокруг него образуется тепловая зона и расходуется не менее шести единиц угля в час. Вы можете исследовать улучшение генератора, который позволит увеличить выработку тепла, расширяя тепловую зону. Нам надо это будет делать. Так. Книга законов. Адаптация. Находите способы бороться с голодом. Ёбросите. Я не помню, что тут лучшее. Да, тут надо очень сложный такой выбор будет делать. Там и с экономикой, там вообще... Так, вот рабочая сила у нас. Вот тут все можно. Да, куча угля. Нужно не меньше одного работника. Это кого мы можем отправить? Хорошо. Эффективность. Одна куча угля типа это здание. Дневная добыча. У нас то, что одна куча. Расход угля. У нас уголь заканчивается, да? А где у нас еще куча угля не добывается, который мне прям тычет в личико? Ну, давайте вот сюда добавим. Уголь нам необходим. Так. И надо жилища начинать строить. Что-то нашли с людям. Десять древесины. У нас на два жилища-то будет. Ладно. Как? Угу. Это, конечно, холодновато. Давайте мы одно пока сюда поставим. Потом. Надо древесину. Металл у нас есть. Ящик древесина. Где тут металл у нас? Вот. Максимально доступно. Вот мы сюда, отсюда уберем. И вот сюда тебя. Так. И вот сюда. Даже древесина. Нам древесина нужна. Жутко-жутко нужна древесина. Просто сильно-сильно нужна. Пусть они ее собирают. Пусть все тут насобирают. Все. И вот здесь вот 7 сделаем. Так. Так. Все. Мы все собираем. Скорость надо включить, чтобы хоть что-то работало. Сейчас вот я думаю. Домики. Ой. Прям, знаете, подморазывает камера такая. Не знаю, получится или нет. Я очень буду надеяться, что я не завалюсь. Все. Сейчас мы сделаем то, что они хотят. Блин. Не, мы жилища, понятное дело. Им надо хоть какое-то. У нас тут получается, смотрите. Охотничьи домики. Я помню там, да. Надо балансировать и ставить правильно. Куда чего. Так. Мудрость толпы. Капитан, когда от вас что-то требует, помните, людям обычно по вкусу самые простые и быстрые решения. Они лучшие. Не обязательно соглашаться со всеми. Со всем, о чем вас просто. Если найдете свое решение, будет хорошо. Ну, типа. Вот. Спасибо. Так. Нужно не меньше одного работника. Понятно. Надо откуда-то убирать работника. Куда мы уберем работника? Мы пока с угля уберем работника парочку. Я не знаю, тут кто отдыхает. Да, не отдыхает. Нам надо, во-первых, люди. Мы нашли источник основных ресурсов. И теперь нужно заняться спасением других членов экспедиции. Постройте маяк. Исследуйте мороженые земли. И спасите столько выживших, сколько сможете. Вам понадобится мастерская для изготовления чертежей более сложных зданий. Да, да, да. Нам надо, во-первых, вот сюда. И вот сюда. Не помню, в чем. А, можно инженеров сюда. Видите, здесь уже есть инженеры. Вот так вот сделаем. Давайте. Пусть они здесь работают. А здесь мы тогда рабочего добавим. Обеспечьте убежище. Так, 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 так. У нас древесина не добывается, потому что ночь. Нам надо так. Охотники. Охотники покидают город и отправляются в мороженые земли на поиски еды. Они работают с 18 до 6. Поначалу они приносят не более 15 сырой еды. Но это мы читали. Нам надо построить, сказали, мастерские. Во-первых, это у нас еда, ресурсы. Склад. Склад пока хватает. О, здесь рабочие... Работники собирают лишь ресурсы. Да, это классная штука. Технология. Мастерская совсем не... А где у нас тут маяк? Я не поняла. Санитарный пункт. Кухня. Нам надо мастерскую, во-первых. Во-первых, надо палатки людям. Ой. Люди, я надеюсь... Давайте вот еще вот одну вам сюда поставлю. И надо, чтобы древесины заработали мне. Не знаю, хорошо ли то, что эта кухня будет производить пищевые... Четыре пищевых пайка из двух еды. Склад. Четыре рабочие. Угу. Все. Ну пусть тут инженеры работают. Их тоже, знаете, расходовать на... Как рабочую силу у инженеров не всегда выгодно. Ой, смотрите, какая красота. Это потому что ночью у нас идет. Ночь такая. Так. Все, нам... Это... Где у нас время? День второй. Я время не вижу. Чтоб часы были. Покните пальчиком. Болезни и медицина. Холодные жилища и рабочие места являются причиной заболевания. Люди могут тяжело заболеть и умереть без должного лечения. Для лечения обычных больных используются санитарные пункты. А для тяжелобольных необходим лазарет. Пока лазарет не построен, вы можете спасти тяжелобольных, подписав один из двух законов. Закон о радикальном лечении позволяет лечить тяжелобольных в санитарных пунктах. На некоторых, но некоторые могут стать калеками. Закон о поддержании жизни позволяет бесконечно поддерживать жизнь тяжелобольных с помощью санитарных пунктов или домов опеки, не излечивая их. Да, это вот началось. Короче, у нас один уже больной есть. Нам надо построить маяк. Построить маяк я не... Построить мастерскую. У нас нет древесины. Сейчас они побегут все добывать это все. Больные появились. Красота. Давайте начинать принимать законы. Радикальное лечение. У нас будет радикальное лечение. Потому что вот это поддерживание, это... Вот видите, сразу тяжелобольные люди будут получать уход. Санитар немного увеличится надежда. Тяжелобольных людей в санитарных пунктах подвергают ампутации. Недовольство немного усилится. Тут пишется, что... Итак, вот это вот. Немного... Так, недовольство немного усилится. Не получится... Нет, давайте мы будем радикальное лечение подписываем. Введен новый закон. Вот, видите, недовольство надежда. Пошло... Туда-сюда все поехало. Ладненько. Так, что у нас тут по экономике? Вроде нормально. Дневная добыча. Ребятушки, дерево надо. Хватит сидеть. Так. Нужно не меньше одного. А что у вас так все плохо? Дневная добыча. Ладно. Это не важно. Что тут еще можно? Ага, вот, видите, 17 часов. Ладно, мы приняли это. Потом мы возьмем еще... Надо что-то такое, чтобы недовольство уменьшать, а остальное повышать. Немножко ускорим время, чтобы у нас древесина накопилась, и мы могли что-то построить. Конечно, еще выгодно, знаете, что строить? Всякие вот эти вот... То, что там было написано, бараки для рабочих, как бы. Чтобы они могли там отдыхать. С учетом всех обстоятельств, дела наши не так и плохи. Да, тут новый день, новая смена. Здесь высвечивается их информация, мысли, что это надо читать. Потом нам дадут карту, мы будем еще отправлять на поиски, да, людей. Сколько мне удастся спасти, я не знаю. А тут вот, смотрите, снизится. Вот уровни пошли. Вот сюда будем идти. Не помню, сколько дней пройдет. Что пока у нас там начнется вообще катаклизм, и до этого момента нам надо сделать огромные запасы угля. Просто хорошие такие. Не просто так они предлагают склад поставить. Так, палатка. Ставится-то она, ставится. Железо добывается. Блин. Не знаю. Вот я тоже не помню правильное решение, конечно. Смотрите, какие тут сугробы. Они прям поверх у них идут. Сейчас мы... Надо, и по мне их всех... И бараки... Так, медицина нужна нам еще. Здоровье, санитарный... 20 древесины, еда есть, ресурсы. Постдобыча. Собирает... Так, база угля, ящиков и груды стальных медстоем. Здесь работники... Я не помню, но он, по-моему, нужен. Ага, вот. Не граничит с улицей. А как улицу делать? Я что-то не вижу. Вот, подождите. Тут, кстати, много чего будет еще. Технологии. Нам нужна мастерская. Так, мастерскую, наверное, сказали, поставить. Да? Куда бы тебя прилабунить? Так, чтоб... Нет, здесь у нас, наверное, это будет. Давай-ка, ладно. Тебе повезло, мастерская. Будешь здесь, чтоб тепло было. Сейчас еще дома обеспечить убежище. Сейчас мы вам дома понаставим. Подождите, инженеров у нас вроде хватает. Что с едой? Пищевые пайки, сырая еда. Кстати, неплохо готовят они. Сейчас еще домик поставим. Сейчас я в начале хочу всем дома поставить. Все, как у вас тут? А как температуру посмотреть? Температура где? Не знаю, это обыча. Так, так, так. Состояние, жилище, глипсталь. Управление углем. Че-то не помню. Хотела глянуть, какая тут температура. А, вот. Приемлемо. Нормально, говорят. Значит, можно вот по этому кругу еще дома ставить. Их потом можно будет улучшать. Если я до этого момента доживу. И меня не свергнут. Смена дня и ночи. Город просыпается примерно в 6 утра. У граждан есть немного свободного времени до начала смены. Если в городе не ведется строительство. Завершить смену в 18.00, граждане идут отдыхать. Или на стройку, где могут находиться до глубокой ночи. Вы можете увеличить 10-часовую рабочую смену, подписав ряд законов. Да, мы можем заставить их работать больше. Но это не всегда хорошая идея. Может расти недовольство. Да, нужды жителей. Вот когда недовольство это, надо жилье делать. Так, давайте, ребятушки. До 20 я вот хочу вот так. Вот сейчас еще древо технологий. Вот. Обогреватель. Так. Маяк. Нанятие инженеров. Ну, доступно так. 5. Все. Работает. Добавить новое исследование. Начать. Все? Я не туда тыкала. Хорошо, палатки ставим. Давайте дальше. Одна. А, мы то, что исследовать начали. Теперь они у меня будут. Сколько там по времени? Не знаю. Маяк исследовать. Видите? Тут много всего. О, да. Я помню, разбиралась. Здесь ресурсы. Очень много всего. Игра, короче, очень наполненная. Что такое? Не удалось, требуется еда. Ага. Давай-ка мы тогда отсюда уберем двух инженеров. У нас охотники пока сами не справляются. В смысле, их мало. Чтобы они это... Уголь... Угля много. Мы с угля сейчас уберем тогда пару вот отсюда. Вот так. И вот сюда тогда добавим охотника. Вот так вот. И древесина нам нужна. Это же древесина. Вот сюда. И как с едой, надо на еду еще отчитать. Вот так вот. Да, тут грамотная расстановка. Имеет значение. Просто очень-очень хочется... Сколько? Я часы... А, вот часы. Вот маленько написано. Видите? Не видно мне. Вам, наверное, тоже это вообще не видно будет. Тут 19.20. Время досуга у них. Рабочая сила. Используйте мастерскую для создания новых зданий. и улучшений. Угу. Мастерская. Так. Маяк исследуют. Инженеры по максималке сдобиты. Рабочие не надо. Ну, тут вот все видно. Включить. Кстати, здание можно включить, выключить. Я так понимаю, тогда перестают их топить. Все, ребятушка бегают, отдыхают. Они тут тусуются, знаете, между собой разговаривают. Греются, отогреваются. Жизнь, конечно, у них жуткая. Вот здесь вот тоже. Вот это все. Так, что такое? Разлученная семья. Сэр, после строительства в мастерской к нам пришла женщина. Говорит, ее муж и дочь не добрались до города с основной группой. Но она верит, что они еще живы. Эта женщина хочет присоединиться к первой же поисковой группе, которую мы вышли. Она просит вас поспешить. Будем делать, что можем. Но мы маяк уже изучаем. Спасите вызов всех, построите, обеспечьте, убежишься. Так, что такое? Критическая нехватка. У нас много больных, а материалов на строительство санитарного пункта не хватает. Может, кратковременно авральный труд поможет собрать необходимые ресурсы. Открыть книгу законов. Дети могут привлекаться к безопасным... Блин, я не помню, что... Детское убежище. Так. Тадикальное лечение, двойные суд, бойцовский клуб, трезвичайный... А, вот! Может, доставить следующие 24 часа подряд. Иногда нужно... Давайте попробуем. Блин, я надеюсь... Вот, 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 вот я. Давайте мы древесинки, ребята. Я понимаю, что тяжеловато. 20... Да, сейчас начнут возмущаться. Я понимаю. Давайте, 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 давайте. Блин, они все недовольные, да? Вообще, прям шутка, шутка, вот сюда. А здесь мы это... Так. Древесинку добываем. Нам очень-очень нужны древесина. Всё, я надеюсь, у нас получится. Уголь не кончается. Надо следить, а то сейчас это, да, прыгаемся. А то будет веселуха. И смотрите, уголь-то как потёк. Куда-то мимо нас. Ребята, я понимаю, вы недовольны. Я тоже недовольна. Но куда нам деваться? Новый дом. Да, да, да. Мне надо вам дома построить уже. Вот. Сейчас мы будем ставить дома. Ну, вы же понимаете, что я не только для себя-то, любимый, стараюсь. Я же не могу одна выйти там и начать добывать это всё. Так. Чё это? Блин. А почему? Типа не поняла я вот это вот, чё значит. Прокладывание. А, это улицы прокладывают, да? Вы, надеюсь, прокладываете, а не болту пинаете? Я буду в это верить. Сейчас, я не знаю просто, как это работает, поэтому и говорю. Вот. Сейчас, надеюсь, проложат улицы. Сейчас посмотрим. Ой, как метеор. Охотники ночью-то работали. Улицы. Улицы, вот. Все постройки города нужно соединить улицами с генератором. Иначе они не работают. Чтобы построить улицу, откройте меню словительства. Сёркните на значок постройки улицы. Так, 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 стоять. Пауза, пауза. Пауза. Угу. Понятно. Мне надо, значит... Вот так. А, древесины не хватает, что ли? Так, подождите. Сейчас я разберусь. Так. Так. Угу. Понятно. Сейчас мы построим улицу. Я забыла про это. Я помню, что вроде надо строить, вроде не надо. Сюда ещё можно дорогу построить. Вот сюда. Тогда вообще ходить будет удобно. Сейчас они там у нас... Сейчас у вас будет улица. Да подождите вы. Я же тоже это... Вот. Так лучше. Вот. Всё. Древесина закончилась. Всё. Древесина закончилась. Красота, ёлки-моталки. А, маме... И так, по-моему... А, мы всю древесину собрали. Ящики древесины. Так. Нам надо срочно это... Маяк сейчас достроить будет. Остальные обломки. Да, у нас вот это всё закончится. И надо добывать. Блин. Вот это вот у нас что там? Ресурсы. Угледобытчик, лесопилка. А что она даёт? Позволяет изготавливать полезные материалы из замёрзшего древесину. Да, 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 да. Вот надо лесопилку будет изучить. Сейчас маяк сделаю. Изучим. А здесь древесина. Давайте, как вам пару инженеров. Пусть чуть-чуть... Их опасно. Они, если заболеют, там будет плохо. Изучена технология маяк. Позволяет строить маяк. Так. Что у нас? Обеспечите. Постройте маяк. Нужно ввести новый закон. Блин. Со всех сторон на меня наседают. Что у нас тут? Суппищевые кладбища. Избавление. Так. Это что? Нет риска заражения. Тела будут сохраняться. Нужно выкопать. Надежда упадёт. Недовольство усилится. Кладбище. Каждый от кого-то отработан. Несколько нужно будет... Мы подпишем кладбище. Я помню, что я вроде это делала. Это помогает. Так. Добавить новое исследование. Давайте мы лесопилку. Ну, потому что если мы будем... Да. Нас ждёт. Видите? Недовольство мы сделали. Сейчас нам достроят дома. Ещё надо на 20 этих убежища. Изучение технологии маяк. Переключение между зданиями. Щёлкните так по стрелкам слева. А, вот. Ага. Улицы. Всё. Мы это попочитали. Чё у нас там? Кладбище. Палатки. В городе может быть только одно кладбище. Сейчас мы для людей палатку поставим. Ещё одно. Тут же есть чё-то, да? Всё. Вроде бы. Если что. И чё нам надо теперь? Маяк строить. А маяк где? Технологии. Маяк. Надо 35 стали. Обещание построить убежище выполнено. Все рады иметь крышу над головой. Пусть и колышевшую наверху надежда растёт. А чё я на недовольство пыталась расти? Не надо недовольство расти. Видите, какие мы молодцы. Надо теперь... Так. Для похорон... Кладбище. Куда бы тебя не граничит с улицы. Ясно. Нам надо вначале улицу. Кладбище. Мы, наверное, надо куда-то подальше его вытолкать. Ну, не вытолкать, а это... Так. О! Тут что-то есть. Так. Подождите. Сейчас мы разберёмся. Я просто помню, что вроде бы кладбище надо... Так. Тут тоже что-то добыча есть, да? Блин. Как же бы вас так сделать? А давайте вот сюда. О! Всё. Давайте слойте туда улицу мне. Что у нас еда... У нас еда заканчивается. Ну, это охотников мало. Это мало охотников. Законы работают. Да, вот тут надо тоже следить. Экономика растёт. Можно немножко сюда. Сейчас ещё уголь... Угля у нас хватает. Вот, сейчас они туда улицу послуют. И я там на этом поставлю им кладбище. Кладбище нам не обязательно, по-моему, в городе. Но я надеюсь, что я правильно посчитала. Нам ещё палатку оба медицинскую поставить. У нас больных есть. Закон я на них не принимала, какое лечение. Потому что сама не знаю, что по чё называется. У них сейчас сон от отдых. Вот, они ж гудят. Тут вот гудит всё. О-о-о, похолодание. Увеличить радость. Ещё не изучено. Хоть бы не замёрзнуть снасмерть потребления. Так, нужно, чтобы... Мощность... Вот это всё надо. Вот, видите, прямо это... Сейчас дособирают. Это что? Очень холодно. Вот и началась фигня вот эта. Потому что нам надо для ресурсов после добычи сделать. Блин. А как это согреть, я не помню. Добычи буду добывать. Так, нужно вести новый закон. Новый закон. Как же я не хочу воспринимать. Ага, вот, видите, мы приняли. И у нас пошли раздвоения. Радикальное лечение. Двойные пайки. Переполнение. Это что? Вам нужно использовать площади, даже если придётся класть больных на пол. Ладно, а здесь что? Пищевые добавки. Детский труд. Мы возьмём детский труд. Нам нужны рабочие руки. Я понимаю, что это не самое приятное. Ну, куда нам деваться? Ничего страшного. У нас недовольство специально на кладбищах понизили. Я доброе кладбище им построила. Здесь правило работать. Вот так вот. Ого. Теперь можно... Что у нас построить? Пост добычи. Нет, надо вначале, раз для людей, то кладбище. Вот так вот. Я даже не знаю, правильно я его ставлю или нет. Отсюда, наверное, вот сюда. И мы сейчас ещё медпункт. Медпункт. Сколько стоит медпункт? Здоровье, вот. 25. Угу. А у нас больные... Больные растут, блин. Ладно. Я всё, может, не так сделала. Сейчас вот. Сейчас поставим. Санитарный пункт. Ну, его надо как бы в тепло. Поэтому мы его поставим пока сюда. Вот. Так, лесопилка изучена. Лесопилка. Лесопилка. Это хорошо. Теперь надо... Что тут ещё вообще есть? Маяк. Отопление. Обогреватели. Надо, во-первых, все ресурсы. Так, древесины нет. Еда и здоровье. Охотничье снаряжение. Ну, нам надо сейчас... Соберут ресурсы. Будет изучить это. Так, что такое? Обморожение. Наш человек тяжело заболел из обморожения. Если людям придётся и дальше работать в таком холоде, это может случаться лекуриатно. Лёгкая. Один человек. Так. Рабочая зона. Работа в некоторых зданиях, например, в санитарном пункте или мастерской, связана с умственной деятельностью. Поэтому здесь могут трудиться только инженеры рабочие, занятые долгофизическим трудом. А, рабочий... Детский труд нельзя использовать поначалу, чтобы увидеть распределение. Так, это я знаю. Закон принят. Разблокировать подписывание. Так. Переключаться улицы. Сейчас. Вот. Это прогревание лучше идёт. Вот он, форсаж. Но его надо очень-очень аккуратно юзать. Так, подождите. Нам, во-первых, вот здесь не можем. А где у нас это? Медицинский строится. И вот тут, наверное, вот это надо, да? Подайте, я посмотрю. То, что похолодало нам немного, надо прогреть, да? Когда включен форсаж, температура во всех тепловых зонах повышается на один, но также увеличивается нагрузка на генератор. Да-да-да. Я знаю, что здесь не изучено. Нам древесина нужна. Там вроде древесины мало было. Во-во-во-во-во достёт. Не знаю надолго. Так, давайте мы уголь теперь и ресурсы добычу сделаем. Уголь и добытчик изучайте. И надо думать. Так, если мы изучили ресурсы... Так, ресурсы... Это что? Санитарные ресурсы. Кост, леса... Блин, послой на кладбище появилось. Теперь мы можем хоротень и терапевтик. Да-да-да. Всё, давайте я это выключу на всякий случай. И надо-надо пост добычи. Лесопилка. Ага, вот. Видно, где лес. Лес, лес, лес. Нам надо будет туда как-то провести улицу. Да, не уничтожить источник, не граничащий с улицы. Не граничит с улицей. Мы сейчас тебя поставим и решим, как тебя заграничить с улиц. А это что? А здесь что-то есть. Видите? Это что? Вот, думаю... Надо улицу вот сюда куда-то провести. Сейчас мы проведём. Что у нас вообще надо? Постройте маяк. Ага, маяк-то я не построила. Умная. Вначале же маяк, наверное, надо. Кухня. Лесопилка. Маяк. Позволяет посылать разведчиков в дикие земли на поиски ресурсов выживших. Доставьте их обратно. Так. Ну-у-у. Куда бы тебя запихать-то так? Вот здесь будешь. Так, маяк здесь. И нам надо. Что я планировала-то ещё? У нас тут рабочие, говорят. Всё сдобыли, да? Это что у нас? Это что? Ящики древесины. Так. Давайте древесину сюда, людей. Это что? Нет могил. Кладбище. Хорошо. Так, это что? Нужно больше больничных коек. Капитан, некоторые обеспокоены тем, что количество пациентов, оставшихся без лечения, растёт. Так, обещаю. Санитарный пункт построить. Так, у нас же есть один, нет? Или он не работает? Обещание выполнено. А, нам надо было туда нанять? Пока работайте. Идёт на лечение. Во! Мы молодцы. Мы сразу обещание выполнили. Видите, какие мы молодцы? Что-то 50 процентов. Мне это не нравится. Угу. Я вообще тут людей раскидывала. У нас надо склад расширять. Смотрите, что творится. Так. Присурсы. 40 древесины. Офигеть. Надо, надо. У нас уголь не поместится скоро. Маяк построим. Мы больше не плутаем слепую. Отныне люди могут исследовать ледяные пустости, окружающие нас мороженые земли. Такой летит. Смотрите. Красота какая, да? О! Вот. Смотрите. Пропавшая экспедиция. Обсерватория. Отправить сюда разведчиков, чтобы получше узнать. Многие, много палаток видны. Люди. Должно быть так. А как отправить? Маяк. Так. Маяк. Маяк, маяк. Вот. Маяк открывает доступ к миру за пределами города. Используйте меню маяка, чтобы отправить разведчиков на его изучение. Угу. Наш город. Как наш город-то? А, вот. Все. Получилось. Так. Маяк. Нужны... А-а-а. Надо древесину. У нас есть рабочие, но нет древесины. Все. Понятно. Я думаю, что не могу отправить. Сейчас мы наберем древесины, которые у нас нету, да? Лесопилку. Надо вот сюда дорогу я собиралась поставить. Так. Что случилось? Готовы к поискам? Нам нужна победа. Да-да-да. Получается. Нам надо для лесопилки поставить... Все, кладите улицу. Я вижу, что древесина закончилась. И вот я надеюсь, нам получится. Так. Стальные обломки. Во-во-во-во, древесина есть. И вот здесь собирайте мне ее. Вот так вот. Семь человек. А это что? Еще вот древесина. Давайте я туда вам еще... Ну, я детей сюда не буду пихать пока что. Сюда. Сталь у нас есть. Что? Сталь есть. Сталь, кстати, тоже надо бы. Надо добавить сюда, ребята. А это у нас куча угля. Нам надо вначале древесины, потому что уголь складывать некуда. На время досуга у них. И думаю, на этом я закончу такую первую вступительную серию. Пишите ваше мнение, комментируйте, ставьте лайки, подписывайтесь. Всем спасибо за просмотр и всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Удачи!